Девушки отдыхают Я найду способ разобраться с тем делом, избавиться от дурных последствий. Разобраться... С чем? Скажи Дженлу Джену. Я забуду о том деле, навеки замолчав. Ступай. Что с тобой? Абао. 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 Абсолютно. 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 Жизнь, я хочу провести с тобой. Я понимаю твоё решение. Дорогой, я не хочу оставаться в столице. Давай, давай уедем в твой удел. Дорогая, о чём это ты? Как бы хорошо ни было, нам нельзя вечно здесь оставаться. Чтобы это сделать, ты уже... Я правда боюсь. Боюсь того, что может произойти. Я... Ты... Ты просто скучаешь по отцу. Не бойся. Плохого больше не будет. Я останусь в столице. Вместе с тобой. Луна такая красивая. Другие семьи тоже любуются ею, как мы. Вряд ли. Одни семьи любуются с радостью, другие же с печалью. Ваше Величество, я виновен. Прошу наказать меня. Непочтительный сын, моя вина. Ты дядя, какое это имеет отношение к тебе? Поднимись, Муджи. Сядь. Благодарю, Ваше Величество. Скажу честно. Прошлой ночью... Я очень разозлился. Я даже подумал забить его до смерти. Я понимаю. Не только ради себя. Из-за его... Из-за его... Из-за его матушки. Я понимаю. Увидев, в каком он состоянии... Услышав это, отец... Не знаю почему, но я вдруг... Вспомнил, как он выглядел в детстве. Я подумал... Хватит с него наказаний. В конце концов, он ведь мой сын. Вы великодушны. Хе-хе. Но этим утром он... Сговорившись с Центральным Секретариатом и Цензоратом... Пытался угрожать мне. Ваше Величество и его Высочество, Он Муджи. Что ты сделаешь, если однажды Фэнань... Поднимет войска и восстанет против тебя? Он замял дело Луина, когда был регентом. Ужасная ошибка и отвратительный конец. Хотел бы я вновь его поднять. Но там и так все понятно. Большая честь вины... Лежит на первом министре. Ты верно сказал, Муджи. Чиновники служат самому сыну неба. Мало быть способным, нужно обладать добродетелью. Я избрал не того... Человека. Я знаю, что ты... Беспокоишься... О том, как бы это дело... Не коснулось наследника, потому и призвал тебя сюда. Как убедишься, что все в порядке, и дело улажено... Ты сможешь уехать. Благодарю за понимание. Этот негодяй проснулся? Да, только что. Изволит кушать. Желаете его увидеть? Желаю ли? Да. Ты его звать вздумал? Так желаете или нет? Увезите его подальше. Куда же? Уезжайте за город. Ты... Не возвращайся. Присмотри за ним. Если начнет буянить, сломайте ему ноги. А после... Мне можете не докладывать. Тогда я пойду готовиться. Завтра мы уедем. Сейчас! Да. Да. Вот уж не знаю... Переживем ли мы эту беду? Господин. Отказывается? Тогда сломайте ему ноги сейчас же! Господин. К вам гость. Опять? Это... Князь? Наследник. Князь? На что уставился? По голове-то меня... Зачем бить? Ну... По... Помощница? Садитесь. Благодарю, первый министр. Но я больше не помощница. Я посланник. Продолжение следует... Так его высочество желает, чтобы я выполнил какое-то поручение или же... Вручить письмо. Тебе нравится эта девушка? Да ну. В точку. Сестричка. Как ты узнала? Мы же брат с сестрой. Я тебя хорошо изучила. Глянь. Красавица, да? Она разве не из людей старшей сестрицы? Зачем она пришла? Почему не садится? Она о церемониях побольше знает. Его высочество, правда? Хочет, чтобы я... Разве сейчас вы... Не его приказ держите? К тому же... Его высочество прозорлив. Прошу, внемлите словам своего господина. Забудьте о корысти. Доброй ночи. Служанка Гу. Служанка Гу. У вас такая красивая вышивка, вы... Вы... Служанка Гу. Когда вы закончите свою вышивку, можете подарить мне? Пообещай мне кое-что. Никому не отдавай ту переплётку. Да. Дарю. Правда дарите? Я точно сберегу. Всюду с собой буду носить. Отец. 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 Смотри, что у меня есть. Сестрица. Его высочество велел передать вам несколько слов. Он надеется... Вы сумеете оценить сложившуюся ситуацию. Когда коснуться дела цензора Лу, вы должны признаться. Признаться и уйти в отставку. Его высочество правда? Хочет, чтобы я... Разве сейчас вы не его приказ держите? Навеки замолчав, он просит не говорить об этом. К тому же... Смотрите. В 142. Я не буду контролировать с людьми. Переводиться в области. Я завис gehabtя от tego остан qualитiquя с ним. Один в первую очередь. Комndовичи. Продолжение следует... Ваше Высочество, хватит ждать. Она может выйти, но едва ли вернётся. Старик Ван. Да? Открой окно. Хорошо? Ваше Высочество, исход осени холодает. Просто приоткрой. Субтитры создавал DimaTorzok Последний раз я видел такую красивую луну в храме Цзунжан. Она вернётся. Она вернётся. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Пятый князь, как вы здесь оказались? Я хотел поесть с первым братом, но сегодня он ужинает с женой и прогнал меня. А сестрица, как вы здесь оказались? Я не могу вернуться. Пятый князь, не спросите? В моём доме всегда готовы гостевые покои. Господин... Что случилось? Синий бык, белая змея, чёрная крыса, белая крыса. Это ещё что? Господин, восемь знаков рождения дочери первого министра. Громче. Да. Чего шепчешь? Постыдное что? Это восемь знаков рождения дочери первого министра. Жить надоело. Чего орёшь? Кто передал? Человек из семьи первого министра. Прошу, напишите. Письмо с предложением. Как можно скорее. Чудесное утро, господа. Похоже, все пришли. Все да не все. Я бы так не радовался. Надвигается что-то серьёзное. Говорите потише. Знаете же нрав Хэши Джао? Если услышит, он потом полгода будет всех проклинать. Это точно. А то и больше. Потише, тише. Гу Му Джи. Я не велел ему приходить сегодня. То приезжает, то уезжает. Хэши Джао прознает, опять шуметь начнёт. Да. Сказал ему? Вчера я передал ваш приказ его высочеству. Сегодня отозвал императорскую гвардию. Он может подняться? Лекарю сказал, что через силу, пожалуй, сможет. Но лишь просто стоять. Без разговоров. Будто он один. Стоит там на честном слове. Лекарь куда больше беспокоился о другом. У наследника не спина, а кровавое полотно. Но так и рвётся к воде. Не удержать. Простите. Молчу. Молчу. Ваше высочество. Лекарю предупредил, что все его труды на смарку. Коль вы просто рядом с водой постоите. Кто ему за лекарства платит, а? Так за них платит двор, ваше высочество. Ваше высочество. Шрамы останутся. Мужчины шрамы украшают. Я днями не мылся. Не в таком же виде на собрание идти. Вдохни. Простудился я. Ваше высочество, ваше... Ваше высочество. Подумаешь, собрание. Побольше одежд, и никто не учует. Ваше высочество. О чём вы думаете вообще? Благородный муж... умирает с достоинством. Ты вернулась? Я пришла, чтобы помочь вам... искупаться. Где ты была все эти дни? Жила в доме старого... друга. Старого друга? У женщины? У мужчины. Что ещё за мужчина? Эй, поосторожней. Больно. Потерпите. Тебя не было несколько дней. Но почему ощущения, словно ты другой человек? Вовсе нет. Я всё ещё я. Только что. О чём это ты говорила? О чём? Разве вы ещё не поняли? Не понял. Что случится на сегодняшнем собрании? И со мной. Дядя, он... Случится? Что должно? В полной мере. Что бы сегодня ни случилось на собрании, вы сумеете нанести ответный удар и отступить? Тебе нравится наследный принц? Мне он тоже нравится. Некоторые едят рис зазря, хоть ещё и юные. Однако он иной. Сегодня ты... Вы приказали мне написать письмо первому министру, чтобы дать возможность взять вину на себя в удобный момент. Аббао. И для этого вы учили меня по той прописи, да? Зачем вы учите меня каллиграфии? Нет никаких «зачем». Учил потому, что у тебя это хорошо получается. Вы ещё не видели, что у меня получается ещё лучше. Раньше ты... была... и в премь. Иной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова